Если вы хотите, чтобы мои мучения прекратились, просто подпишитесь! В школьных учебниках по истории географии страницы пестрят великими географическими открытиями, совершенными русскими мореплавателями. И тут есть два нюанса. Во-первых, большая часть мореплавателей, служивших в России, были совершенно нерусскими. Крузенштерн происходил из немецко-шведской семьи, Белинсгаузен был аздейским немцем, Лисянский поляк, Витус Беринг датчанин. А во-вторых, посылали их не для того, чтобы заниматься следовательской работой, а для того, чтобы понять, есть ли еще они принадлежащие другим империям территорий. Как рассказывает моя коллега Мария Рахманова, империя, захватывая земли, считает их террорнулилась, или нулевой землей, землей, на которой никто не проживает, а местные племена признают дикими варварами, хотя это совершенно не так. В погоне за мягким золотом российские власти решили искать путь к неосвоенным землям Северной Америки. И первой землей, до которой им удалось добраться, были Алиутские острова, которые были заселены Алиутами. Впреки представлениям о том, что Алиутские острова – это место с вечной мерзлотой, там царит прохладно-океанический климат со средней температурой около 0 градусов в январе и плюс с 10 летом. Незаберзающее море вокруг давало прекрасные возможности для морской охоты. Для прихода русских промышленников на острова там царил первобытный коммунизм. Возвращаясь с рыбной ловли, Алиут весь улов свой оставляет в байдарке, предоставляя каждому нуждающемуся взять для себя необходимое, а сам довольствуется остатками, зная, что в случае нужды он точно так же может воспользоваться частью добычи своего товарища. Допускалось и многоженство по достатку, и многомужество женщин, способных обеспечить своими рукоделиями одежду и охотничьи снаряжения мужей. Существовала обычая возвращения детей в род матери, а брат матери играл большую роль в воспитании, чем отец. Добрачные связи были свободными, а в браке – с согласием мужа. Традиционно зимние дома Алиутов – бараборы – заглублялись на 70 сантиметров, чтобы защитить от ветра, а верхний каркас был сделан из костей китов и древесных коряг, выброшенных на берег. Март назывался «временем, в которое едят в юрте». Апрель – месяцем, в который в последний раз едят кожу, зато и поел. Май – временем, когда мало спят. Июнь – месяцем, в который звери жреют. Звери жреют! Октябрь – временем, в которое ловят зверей и в особенности котов. Вчера котов душили-душили, душили-душили. Мужчины занимались охотой на птиц, охотой на бобров и песцов. Шитьем, сезонным промыслом лососевых, сбором ягод, плетением, запряганием собак занимались женщины. А промыслом котиков, засолкой шкур, увязкой, транспортировкой занимались все. У алиутских женщин был высокий уровень ткачества. Они костяными иглами, которые каждая мастерица изготавливала себе сама, шили не непродуваемые меховые парки. На парку надевалась водонепроницаемая камлея из кишок нерпы. На ногах носили сапоги из кожи морского зверя. Особое мастерство требовали головные уборы мужчин-охотников. На момент прибытия первой русской экспедиции численность алиутов составляла от 10 до 15 тысяч человек. Но уже к 1820 году она была всего 2000. Что пошло не так? Куда алиуты делись? В 1745 году компания судна Святой Евдоким во главе с мореходом Неводчиковым и начальником промышленников Чупровым впервые вошла в контакт с алиутами. Пришвартовавшись на зимовку в бухте на острове Акту, промышленники из артели Беляева перебили всех не успевших бежать обитателей алиутского сирени, в том числе женщин, которых закололи, сбросив с учёса в море. Оправдываться они пытались тем, что островитяне и так должны были погибнуть от голода, поскольку всё их продовольствие русские отобрали. На этом они и не остановились и захватили ещё одно селение. Истребили до 40 человек, оставив живых только молодых женщин для услуг. Бляяяя! Чупров не только не принимал мер к ограничению жестокости, но и сам вооруженный болтом убивал встречавшихся туземцев и даже велел сварить суп с сулемою для отравления приходивших в гавань Алиутов. Пиздец, блядь. Женщины в гавани шили парки и использовали для утех. Как мужчин, так и женщин наказывали плетьми. Насилие и убийства продолжались в дальнейшем, неоднократно приводя к выступлению местных жителей. Особенно значительным было восстание Алиутов-Лисьих островов в 1763 году. Дождавшись, когда промышленники разбились на мелкие артели и отправились для добычи пушнины по разным местам островов, Алиута внезапно напали на них и почти всех перебили. Алиуты уничтожили почти все имущество погибших промышленников и сожгли суда Святой Иоанн на острове Уманак и Святой Захарий и Елизавета на острове Уналашка. Оставки судна на берегу были сожжены Алиутами. Из экипажа трех судов уцелело только шесть русских и шесть камчедалов. В ответ на это команда Галиота Святой Николай высадилась на Умнак и уничтожила четыре поселка Алиутов, но была разгромлена ополчением пятого селения. Промышленники были перебиты, а их корабль сожжен. Степан Глотов, руководящий карательной экспедицией, уничтожил все алиутские поселения на южной стороне Умнака. Общими силами промышленников было истреблено от трех до пяти тысяч туземцев. Напомню, их всего было около десяти тысяч. Очевидцы рассказывали, что от рук команды Соловьева погибло около двухсот человек. Убийство это было столь жестоко, что море вокруг островка сделалось кроваво от бросавшихся и бросаемых в Оное. По словам стариков Алиутов, промышленники перестреляли многих туземцев просто ради забавы. Андрей Горенев, один из крупнейших специалистов по истории и этнографии Русской Америки, приводит случай, когда одному из карателей стало любопытно испытать, в котором человеке остановится пуля. Для этого он велел связать вместе 12 человек алиутов и выстрелил в них из винтовки. Говорят, пуля остановилась в девятом. Российские власти, получив сообщение о количестве убийств и прочего произвола, номинально решили взять их под защиту. Поэтому, прибыв к берегам Камчатки, экипаж судна Святой Гавриил ликвидировал всех находившихся на борту алиутов, главным образом женщин, частично перебив их, частично выбросив за борт, чтобы избавиться таким образом от свидетелей преступлений промышленников. Вице-адмирал Василий Головнин сообщал, что промышленники большей части состоят из самых развратных и гнусных людей. Передавщик Шошин на крысих островах силой требовал от алиутов бобров и кормовых припасов и навел на алиутов такой панический страх, что по его приезде они выносили и клали на белик бобров сушеную рыбу, а сами в страхе скрывались. Институт рабства, который прекрасно описывает антрополог Дэвид Гребер, часто бывает основан на невозможности вернуть долг. Например, проституируемые женщины по всему миру часто удерживаются в борделе насильно, потому что они якобы должны отработать бесконечный долг, который состоит из стоимости проживания, стоимости билетов для похищенной женщины и так далее. Тем же способом пользовались и русские промышленники. Они навязывали алиутам товары, которые чаще всего им были не нужны, а затем заставляли отрабатывать долг. Должники обязаны были беспрекословно следовать в партию на следующий промысловый сезон. Уклонение от работ кораллы жестоко, вплоть до обращения в каюров, рабов. А поскольку промышленники отнимают от уземцев почти все добытые ими меха, многие страдают от голода и холода, при этом нерадивых жестоко избивают тяжелыми палками. Принято считать, что российская компания принесла малым народам цивилизацию. В чем она состояла? Во-первых, в прививках от оспы. Примечание, именно русские оспу алиутам и занесли. Из-за дефекта вакцины врачи и фельдшеры не столько предотвратили заболевание, сколько способствовали его распространению. Во-вторых, были открыты школы, которые вели обучение на русском языке. По окончании школы выпускники могли быть наняты пушной компанией на работу, то есть они воспитывали себе рабочую силу. Пользы местному населению от этого не было никакой. По окончанию школы выпускники должны были отработать на компании не менее 10 лет. Русские попытались внедрить среди алиутов скотоводство земледелие, о чем капитан Фуругельм писал. Алиуты все еще считают за величайшее наказание держать у себя корову, которую они всегда готовы променять на связку рыбы. Климат позволял выращивать картофель, капусту и репы, но заниматься огородами было некогда, потому что их постоянно гнали на промысел. Еще один мореплаватель Василий Головин писал. Известно также, между прочими притеснениями, чинимыми алиутом от компанейских служителей, обвиняют всех последних в том, что они насильственным образом берут от жителей жен и дочерей и живут с ними в разврате. Зато дети от смешанных браков оказывались двуязычными. И если русские священники не в состоянии освоить местные языки, то почему бы не воспитать священников из креолов? Так и дело при общении православию пойдет быстрее. Знаете, что писал митрополит Иннокентий 10 лет, проведший на алиутских островах? Нынешнее управление алиутам хорошо. Всякая перемена их управления для них будет вредна и даже гибельна, ибо алиуты без компании существовать не могут, я готов утверждать. Мы не будем идеализировать алиутов, до прихода русских их состояние определялось количеством рабов, захваченных в набеге на соседнее племя. Российская компания их от этого избавила. Рабы, принадлежавшие алиутам, были отобраны у них и определены на вечное услужение компании. Они стали называться в ее документах каюрами. До 1822 года, пишет Хлебников, служившие при компании алиуты также назывались каюрами и получали от нее только пищу и одежду. Все остальные считались вольными и за плату должны были добывать рыбу, охотиться на китов, запасать сено для русского скота, собирать плавник, заготовлять ягоды и корени. А за это им полагалось по одному пуду муки, а также крупы и горох к праздникам. Так что рабами стали все. Теперь считалось, что богатым алиутам считается тот, кто имеет свою юрту, байдарку в новой оболочке и с полным количеством промысловых орудий, ружье, топор, чайник и котел. Номинально правила старались сделать более гуманными и на промыслы разрешалось отрежать только 50% мужчин-туземцев. Однако управляющая компания Врангель доносила в Петербург, переменить сие значило бы остановить добычу мехов и нанести компании величайший вред. Поэтому во время промысла в деревне оставалось менее 1,5 всей деревни. Ни негр Гвинея, ни кули Битая, ни рабочий из Европы алиута заменить не могут в искусстве и в привычке к промыслу зберея. Насилие в адрес алиутов производило эффект домино. Так, вынуждаемая русскими промышленниками идти на охоту, группа алиутов добралась до острова Сан-Николас, где после требования оплаты со стороны местных жителей за охоту полностью уничтожила местный народ Николению. Единственная оставшаяся в живых представительница этого народа жила в одиночестве на остров в течение 20 лет. Считавшийся наиболее эффективным промысел морских бобров с байдарок окончательно прекратился, ибо не стало шкур севучей, необходимых для их обтяжки. Севучи были почти выбиты. На острове Медном имелась только одна байдарка, уже негодная к употреблению. Не стало также материалом для изготовления кишечных и из севучих горл камлеек, брюк, курток, торбасов и бродней, что привело к множественным простудным и ревматическим заболеваниям. Туберкулезом болело до 20% населения. Средняя продолжительность жизни равнялась 23 годам. На Камандорских островах после продажи Аляски, отошедших России, численность алиутов к 1923 году сократилась до 364 человек. Вот так выглядит село Никольское сейчас. Сильницкий, дальневосточный журналист, посетивший острова до Первой мировой войны, писал алиутов, что живут на Камандорских островах, должны бы быть самым состоятельным народом России, так как они являются монопольными промышленниками Камандорских зверей, морских котиков, бобров, голубых песцов, мохнатых животных. Но на деле алиутов самый бедный народ в мире, уже вымирающий. Общество попросту обманывает алиутов, снабжая их задобытых зверей всякой дрянью, например, духами, граммофонами, побрякушками, а затем спиртом, ромом и прочими горячительными напитками. Бенг с искренним сочувствием к алиутам, внушающим уважение многими достойными качествами, среди которых он особенно отмечает, вежливость, обходительность, терпение и мудрость, пишет. К сожалению, история человечества изобилует такими главами, как эта, повествующая о вымирании алиутов, народа в прошлом сильного и многочисленного, великолепно приспособившегося к окружающей суровой среде, ныне же обнищавшего, пораженного болезнями и ослабленного морально. Численность алиутов угрожающе сокращается, а их древняя культура подверглась почти полному разрушению. Если вы хотите знать, как Россия уничтожала целые цивилизации и эксплуатировала народы, подписывайтесь на наш канал, потому что еще много народов, много народов.